всем привет дорогие мои друзья с вами любовь и мой мирок орхидей как же давно я вам не снимала пересадки какие-то проблемки и сегодня я хочу вам показать две вещи из-за которых я собираюсь пересадить две своих орхидейки на данный момент вот сегодня эти красотки просто вам показываю так чтобы пока меня просто так не слушать заметила не так давно на своих орхидейках сейчас если будет вам видно на видео не знаю вот это вот красавицу не пересаживаю потому что она вот сейчас цветет видите вот сейчас попробую сфокусировать в общем видите вот он отложение солей или известь не знаю что это в общем пару раз я позволила себе полить свои орхидейки отстойной заметьте отстойной из-под крана водой отстаиваю я ее больше недели и вот если будет вот видите прям кристаллики вот если их вот так вот рукой потрогать они прям вот хрустят вот они вот такая вот беда училась у меня с моими орхидейками и причем это не то это вот мой мох сейчас я вам покажу здесь уже сняла с вами другом месте покажу здесь не видно стоят мои заморашки ждут когда же хозяйка покупает и заметила что мои корешочки которые вылазят новенькие вот например да с шейки вот что и произошло здесь тоже вот он скоро пойдет у меня на пересадку вот видите что происходит вот это сейчас сверху уже лежит другой мох я положила тот убрала который был с этими кристалликами положила другой и вот такая вот чернота происходит корешочки касаются того вот плохого мха с этими кристалликами а кстати вот он и здесь тоже уже появился вот они эти кристаллики видите и в основном это происходит вот в таких каких-то горшках то есть либо в стекле либо в пластмассе то есть где невозможно промыть горшок эта красавица тоже у меня вот зацветает поэтому я ее пока не трогаю пока у меня тут небольшая проблемка сегодня с рукой вообще было запланировано сегодня очень много пересаживать даже вот цветущие потому что ждать не вижу смысла они начинают портиться они касаются прям новыми корешками вот этого мха с этими кристалликами и вот так вот как я вам сейчас показала портится вот и еще хотела вам показать орхидейку которая три года у меня сидит циафлоре она такая не одна у меня их много которые столько времени сидят циафлорке и как на росли корешочки пойдемте туда где их пересаживаю сейчас я вам все покажу вот тоже тот самый мох вот видите сейчас попробую сфокусировать я сняла с одной орхидейки оставила специально вам показать вот такие вот кристаллики как снег вот новые корешочки так за ногти прошу прощения потому что я сегодня вчера вчера ходила за грибами в лес сегодня ходила за мхом для себя и для девочек и даже вот так вот уронила сегодня руку девчонки одноклассников знает кстати ко мне в соц сети можно добавиться ссылочка на мою страничку будет под видео вот и то есть корешульки касаются вот этого мха и портятся вот с такими кристалликами это вот моя лень не принести нужной водички я всегда их поливаю дождевой водичкой и вот сейчас я вам хочу показать вот эту красотку это равелла так давайте поставлю это красотушка у нее здесь детка детка это давным-давно вот она вот наверное все эти три года так и сидит вот в таком положении то есть ей некуда здесь расти видать вот это вот все дело уже и вот такой вот у нас тут нарост корней в циафлоре и вот кто говорит что циафлора сыпется крошится вот пожалуйста смотрите какой у нас тут нарос я туда чуть-чуть когда сажала добавляла мох сфагнум и вот он плохо видно но вот он там внутри есть вон он там внутри то есть он растет и дает свою микрофлорку орхидейкам и вот такие вот корнюхи у нас наросли когда я ее сюда сажал у нее корней не было вообще она у меня цвела прекрасно всю зиму я очень часто выкладывала ее у себя в одноклассниках на страничке ну и вот этот корешок как сюда вышел но им уже некуда здесь было идти и здесь тоже вот это отложение солей я уже побоялась что она начнет портиться вот и вот ее сейчас мы будем с вами вместе пересаживать так и вот это вот красавица пересаживать мы будем вот такой горшочек двойной один у меня для этой вот слоненки это у нас бьюти смайлс уж как она по-другому называется не знаю это голландская орхидейка и вот тоже смотрите я у нее отрезала вообще целый пучок корней вставлять вам показывать не стала сейчас облила ее перекисью и вот тоже видите корешок вот он так начал чернеть сейчас я его потому что он мягкий вот он начал чернеть он прям мягкий такой такой какой-то найти как губка мягкая то есть если вот здесь еще жестко сейчас обрежу вот так и помажу зеленочкой а вот эту вот часть все буду обрабатывать максимум она когда-то у меня была на не как бедная только начала у меня более-менее вот эти два корня оставлю они даже если они и не хорошие но я их оставлю пока они пойдут в грунт потому что вот эти корешочки видите которые проклюнулись я попаялась что они тоже муха сейчас дотронуться как подрастут и тоже погибнут поэтому не стал дожидаться я отрезал у нее вот такой кусок шеи вместе с корнями как бы сразу ее и обновила сейчас пересадим ее пересаживать я буду в свою любимую циафлору это у меня только старых посадок осталось сейчас я ее взмочила циафлора здесь у меня керамзит пеностекло добавлю и в самый низ горшка добавлю свой мох сфагнум вот такой девчонки я сегодня принесла мох очередь у меня на него большая кто желает добавляйте у нас кстати азиатской азиатский предзаказ на сентябрь уже очень большой и есть в наличии орхидейки ну чего тут болтать давайте наверное займемся делом и будем пересаживать сначала вот эту красавицу а потом вот эту будем вынимать вместе с вами из горшочка ну давайте приступим поставил на держатель камеру и вот приготовила тут у меня Максим Максим у меня не разбавленный я его вылил в такую чашечку так пакетиком закрываю когда он мне не нужен он у меня стоит если уж сильно подсохнет кисточку макаю в водичку и все у меня отходит так ну чего давайте я вам покажу как я замажу тут все Максимом многие говорят что Максим нельзя вот так замазывать не лезут через него корни все прекрасно через него проходит я вам как-нибудь обязательно сниму видео если вы хотите и покажу где у меня видно что сквозь Максим то есть орхидейка была замазана сквозь Максим замечательно проклевываются новые корешочки и ничего им не мешает все закупленные корнюшки я всегда так простите всегда смазываю и ничего не происходит от плохого тоже черный корешок помажем вот этот раскопнулся что здесь все хорошо я его мазать не буду а эта орхидейка тоже у меня сидела в циафлоре только в большом в большой стеклянной вазе и во-первых мне нужна эта ваза стала и во-вторых вот она стала тоже ну невозможно промыть такие горшки невозможно мне не нравится мне очень я уже наверное второй год если не два сажают в такие горшочки вот в такие горшочки и мне очень нравится то есть можно вынуть под напором воды промыть через дырочки все соли все 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 это выходит и никакого застоя не бывает хотя у меня орхидеи стоят постоянно внизу у них вода и все с ними замечательно единственное сделала глупость пару раз полила такой водой так ну все уже текем давайте так подождите сейчас еще зеленочкой намажем отрежем корешочек и пускай она у нас пока подсыхает мы с вами будем пытаться вытащить из того стекла орхидейку не знаю как это получится потому что мне кашпо это нужно вазочка это ножнички у меня обработаны уже заранее и вот так когда зеленочкой смазываешь тоже корешочки очень хорошо кстати потом дальше идут другие он может отсюда пойти продолжать рост это у меня уже было это все проверено и это все растет так давайте наверно здесь я тоже его чикну чуть чуть здесь поможем здесь у нас трещинка пусть у них уже такой вид не очень красивый орхидейки хватит пока новые корешки до грунта дойдут вот этих корешочков чтобы они ее попитали не говорите что не хватит это у меня уже было это не первая такая посадка и все замечательно даже оставляю тяжи и эти тяжи вытягивают орхидейку до новых корней кстати у меня еще сейчас я вам расскажу почему я освобождаю все свои прозрачные стеклянные кашпо так эту орхидейку мы убираем в сторону а вот эту красавицу вставим у меня с нового года наверное наверное я не помню только точно около десяти орхидей я перевела на водную систему то есть они у меня растут полностью в воде это не моя идея эту идею я увидела у девочки у меня в соцсетях пусть она простит я опять не помню как ее зовут девчонки очень много у меня для меня очень много три тысячи друзей почти и для меня это много и к сожалению с кем мало общаемся я забываю имена с кем с девчушками часто общаемся там переписываемся конечно я их помню вот ну так образно помню всех своих друзей просто боюсь ошибиться по имени сейчас удалим этот цветонос у этой девочки они все растут на водной системе и я вам обязательно это тоже покажу так мне нравятся эти корни вода льется я налила специально побольше воды так давайте сейчас остановлю наверное камеру солью воду и будем пытаться ее вынуть так водичку я слила причем на ту водную систему я поставил орхидейки которые были так пока не буду его удалять пусть он будет давайте вытащим вот эту трубочку которая когда-то мне помогала сливать отсюда воду но больше я не хочу в такие посадки сажать в такие коржки до ужаса мне не нравится сейчас возможно даже повредила корешочки какие то там ничего страшного вот здесь видите добавлял яичную скорлупу я когда-то не бывает летом зимой никогда этого не делаю потому что бывает скорлупы не очень приятно пахнет изначально потом конечно нет а вот после первого полива запах не очень приятный поэтому я зимой этого не делаю но цветам это очень очень нравится ой простите задеваю камеру вот и поэтому я перевела вот эти свои вонючие орхидейки которые не хотели наращивать корни я увидела по-моему ее зовут наталья не столь важно я думаю она если будет смотреть видео она поймет что это про нее вот вот я говорю что будет все равно уже больные корни наращивать не хотят шеи постоянно портили 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 я не знала что с ними делать ну как только поставила на этот водный режим замечательно мне так понравилось у меня они вот прям стояли некоторые ушки повесили ой Мартюшка мой плачет это мой лабрадор кто не знает так мы спим и плачем у нас с ним двойное ЧП вчера ходили в лес за грибами и он ходил со мной ходили это я и он он поранил себе лапку сегодня я его с собой не взяла так как он хромает ходила за мхом ездила так я поранила сегодня руку так сильно поранила ее вот это место палец прям хорошо вот и пришла он не знал как возле меня уже и с какой стороны ко мне подойти видит что мне больно наверное думает вот не взяла меня с собой вот ты себе и поранила руку ну он у меня молодец вообще у нас вот здесь цветоносик лезет дай бог чтобы он пошел в рост вот ну в общем если вы хотите посмотреть мои такие орхидейки я вам с удовольствием сниму это видео только вот как бы мне снять смотрите сейчас поближе покажу не знаю вот видно нет прям мох растет я вот еще поняла что в циафлоре в керамзите в одном да вот в таких неорганических грунтах орхидейки у кого растут и вот я заметила у себя что добавляя вниз мох живой сфагнум им это нравится гораздо больше и они намного быстрее адаптируются и намного быстрее начинают наращивать корнюшки немного чуть-чуть совсем для того чтобы он там просто начал расти и свою микрофлору какую-то делать да как же мне ее отсюда вытащить она не хочет вылазить отсюда потравмировать мне ее не хочется и горшок разбивать мне тоже не хочется потому что он мне нужен давай давай зайка вылазит все она пошла если я не ошибаюсь не разбить по стекло и не поранить себя опять добавочки ее травмировать не хочется себя боюсь травмировать вот что значит стекло вот такие посадки в стекло я больше никогда не сделаю честно я ее специально предварительно полностью прям залила чтобы она отошла от стенок потому что я знаю что такие орхидеки в основном вынимают разбив стекло но я не хочу этого делать все вот и все и славненько и вот такая красота у нас тут наросла вот какие то уже корнюшки тут начинают портиться ну заметьте эта орхидейка не промывался у нее горшок вообще три года то есть вот в этой и во всей каше еще видеть три года назад у нее листики были вот здесь вот у нее был цветов носик, корнюшки. Вот этот испорченный. Раз, два. Испорченные будут в любом случае, в любом грунте, я вам скажу. Потому что у фаленопсов, орхидеек вообще есть такое свойство. Старые корнюшки, которые себя изжили, они просто портятся и на замену приходят новые. Поэтому это и должно быть. Давайте я, наверное, сейчас промою и покажу вам, что здесь и как. Ну как бы вот, да? Весь прирост корней видно. Какие-то кончики вот здесь вот небольшие подпорчены. Но я не вижу в этом ничего страшного. В общем, я очень-очень даже довольна. Давайте я остановлю, сейчас ее помою и покажу вам, что здесь. Итак, мои хорошие. Помыла я красотку. Вот деточка у нее. Сейчас попробую вам показать. Она как сидела, так и сидит. Не тру и не но. Тут уже корни на ее. Листульки падают мамкины. Она все сидит. Я ее просто помыла. Ни одного корешочка плохого на данный момент не удалила. Вот. Смотрите, вот здесь от шеи. Видите? От шеи. Вот он. Боже мой, как же неудобно в перчатках быть. Но эта перчатка мне сегодня жизненно важна и необходима. Так девчонки работают в перчатках. То есть вот, вот здесь вот небольшой кусочек был испорчен. И вот прям дальше, что вот идут нормальные хорошие корни. Ведь эти корни будут кормить орхидеек. Поэтому я даже не вижу смысла их убирать. Ну вот здесь давайте отрежу вот эту часть. Что здесь? Нет, надо больше здесь резать. Чтобы уж сажать ее сейчас не на полгода, а на подольше. И очень много слышу в интернете ходят такие легенды, что циафлора высасывает все из корней орхидеи. Вы видите, какие они жирные? Ну вот эти вот какие-то пятнышки есть, да, не спорю. Во-первых, там у меня был кусочек угля. Не показала вам. А когда свежий уголь вложим, он все равно оставляет. И он, скорее всего, был там не один. Я раньше всегда добавляла уголь. Так, как же мне? Давайте, наверное, мы вот этот цветонос тоже удалим. Я не вижу смысла от него вообще. И думаю, удалю я этот корень. Вот только вот из-за этого. Не хочу, чтобы потом пошли вот эти опять гниения. Уж раз мы ее достали, значит, надо обработать по полной. Так, давай делай свои корешочки. Вот это вот все дело я сейчас намочила, чтобы оно легче отходило. Шею мочила специально. Мне сжимать пальцы сегодня очень больно. Ну, что делать? Больно, не больно. У меня и так до отправки посылок. Еще в наличии орхидейки есть азиатские. Кто не знает, говорю, друзья, ой, гостям моего канала, ко мне можно добавиться в Одноклассники. Ссылочка будет под этим видео. На мои соцсети. Отправка только по России. И приобрести у меня орхидейки можно только в Одноклассниках. Больше нигде у меня нету никаких соцсетей. Меня нет ни ВКонтакте, ни в Фейсбуках, нигде. Поэтому, чтобы отпали у вас лишние вопросы и ожидания моего ответа, у меня в основном все ответы на Одноклассниках. Здесь я, конечно, тоже стараюсь отвечать, но не всегда получается, потому что у меня просто не хватает на все время. Можно добавиться ко мне в Одноклассники, но придется подождать с добавлением, потому что у меня в последнее время очень много друзей просится. Видать, просто полюбопытничать некоторые. Но модераторы, к сожалению, большое количество не принимают сразу. Чтобы не было никаких блоков, просто надо подождать. Я постепенно всех добавляю. Вот. Что тут у нас? Не могу вот это вот здесь. Ой, оторвала. Это не получалось. Так, вот еще здесь у нас. Вот уже отмякла и уже все отходит. Шейка должна быть чистая при пересадках, чтобы никакой старой чешуи не оставалось. Чтобы никаких гнилостных процессов не происходило. И ваша орхидейка, чтобы не заболела. Поэтому, раз беретесь пересаживать, уж чистите все по возможности до конца. Не жалейте корней. Ну, как в плане не жалейте корней? Вот. Ну, что его жалеть? Ну, да. Большой пучок. Да. Еще неплохой. Но я же не собираюсь ее пересаживать через полгода. Нет. Поэтому я лучше их удалю сейчас. И потом буду спокойна, что эти корни еще будут долго питать эту красавицу. Да, видео может нудное. Но мои друзья очень давно ждали моего видео. И я больше. Кому-то, если из гостей не нравится, можно не смотреть. Это все снимаю для своих любимых друзей из соцсетей. Которые также есть и здесь, и в Одноклассниках. Вот такая вот. Смотришь, и деточка пойдет в рост сейчас. Ну, здесь замазывать я вообще не вижу ничего смысла. Единственное, где у нас зеленочка. Попробую корешочки, которые сейчас срезала. Если я их найду теперь. Помазать. Нашла. Зеленка не обжигает корни. Деткам в роддоме пупочки мажут. Им же ничего не обжигает. Ну, так же и орхидейкам ничего не обжигает. Не один год я пользуюсь максимом зеленкой. Это самый... Максим зеленкой перекись. Это вот больше всего, чем я пользуюсь. Так, что-то тут где-то видела корешок. Нехороший. Вот он. И никогда ничего не происходит. Так, где тебе еще чего помазать? Помажем срезы, которые были старые цветоносики. Давайте шейку помажем, детки. Может, активируются быстрее корешочки. Из-за зеленки они тоже хорошо активируются. Кстати. Так, вот здесь был старый корешочек. Не могу его там обрезать. Можно зеленкой, можно... Максимом я в основном мажу, когда вижу, что какие-то гнилостные там процессы, да, чтобы их остановить. А зеленкой просто обеззараживаю все срезы, ранки. Ну, вроде бы... Все. Какие-то трещинки. Можно обработать зеленкой. Так. Нет, не все. Все. Нет, не все. Не все. А еще у меня есть новый способ как сохранить мох. На зиму, не замораживая его в морозильнике, не занимая там места, чтобы он у вас остался сухой, но зеленый. Если вы тоже хотите, пишите под этим видео, здесь на ютубе, и я тоже сниму такое видео для вас и покажу, как. И такой мох зимой прекрасно можно добавлять в горшочки, и он также начинает расти. Также его можно смочить просто водичкой, и он у вас становится такой же живой, постепенно начинает расти. Ну, естественно, если вы вовнутрь горшочка добавляете, если вы будете добавлять не вовнутрь, то, конечно, он сверху у вас все равно засохнет. Так, давайте теперь эту красавицу маленечко подсушим. Капелечку. И посадим пока вот эту. Так, ну, еще, конечно, не высохла она. Давайте я маленько, наверное, нажму на паузу, пусть она еще минуточек 5 подсохнет. И потом мы с вами ее посадим. Ну, Максим у нас очень долго сохнет, тем более, каким смачным слоем я ее намазала. Поэтому, ничего страшного, думаю, будем сажать. Не думаю, а точнее, ничего страшного совершенно. И многие меня спрашивают, обрабатываю ли я мох после леса. Нет, я его не обрабатываю. Даже иногда и не промываю. Бывает, просто под проточной водой промою, и все. Вот сейчас я возьму здесь всякие иголочки, листочки. Все, что мне не надо, я могу убрать. Могу оставить. И вот так вот я хочу его в самый низ горшочка положить. Для того, чтобы он здесь рос. И здесь у меня. Сейчас я вам покажу. Вот все, что я добавляю. Стоп, улит. Это добавляю для того, что если какие-то личинки или улиточки здесь есть. Вот он уже у меня здесь высыпанный. В ванночку. Темный это конский навоз был. И вот так вот он там, остаточки раздробились. Но ничего страшного тоже. Потому что его совсем мизерное количество. И буквально, может, 10 горошинок я туда добавила. Вот этого стоп улит. Это для того, чтобы какие улитки, если там попадутся, чтобы они погибли. И на низ. На самый низ добавлю пеностекло. На самый низ. Потом добавлю вот такой крупный керамзит. Вот так. Прямо чуть-чуть. Смокот я сейчас добавлять не буду. Или буду. Нет, давайте, наверное, добавлю. Сразу, потому что потом, чтобы он был уже в горшочке. Смокот у меня на 6 месяцев, который. И теперь добавлю циафлорки. И поставим нашу красоточку. Видно вам там? Вроде видно. Опять не с руки поставила контейнер с циафлорой. И буду добавлять уже в перемешку. Керамзит с циафлорой. И вот. Продолжение следует. Так. Шею делаю побольше керамзита, чтобы она как-то держалась, потому что держаться ей здесь совершенно нечем. Видите, у меня получается керамзит крупный, его все равно больше. Более или менее держимся. Шею я углубила, вам видно, да? Я углубила ее специально для того, чтобы корешочки, которые сейчас хотят проклюнуться, чтобы им было быстрее движение вот этой влаги. Я не буду у шеи поливать, поэтому я не боюсь. Всю воду я буду опускать на низ горшочка. Горшочек двойной, и вся влага будет снизу идти. Поэтому ничего страшного, потому что шея закрыта. Кто любит поливать обильно, конечно, шею лучше приподнимать, для того, чтобы она не загнила. В моем случае сейчас я поливать эту орхидею не буду дней пять, потому что циафлора мокрая, влажная. И пока она просохнет, надо, чтобы рамки все еще затянулись. Все, здесь мы ее закрепили. И все, и вот она плотненько у нас с вами сидит. И теперь ставим ей бирочку. Бьюти, Бьютифул Смайлз, она называется. Число сегодняшнее у нас 13-е, 07-е, 19-е. Сейчас я там напишу. И вот такая посадочка у нас получилась. Сейчас протру горшочек, листочки. Простите. И все будет замечательно. Уж как я протираю листочки, я думаю, что показывать вам необязательно. И не наводя порядок, быстренько сажаем и вторую орхидейку, которая у нас ровела. И так же вниз мы добавим мух. Совсем чуть-чуть добавим в рану от улиточек. На всякий пожарный. И дальше мы добавим тоже вниз. Заметьте, я ложу его только вниз. Потому что мне наверху он не нравится. Так. 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 Как я заодно. вот я хотела это тоже корешок туда запустить этот конечно не получится да ведь это не особо получается давай не выбегай и не делись тут теловая сыроежка нам с вами эту надо маленько приподнять чтобы детка то была на воздухе поэтому мы будем сажать так и все так же циаклора с керамзитом и все таки опустите его в грунт и все таки я его опустил нас уже с вами стоит и 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 вот так вот мы тут сели сейчас я все это дело протру уберу и будем ждать когда у нас вот этот цветоносик начнет расти пишите дорогие мои кто хотел бы увидеть мой новый способ водной посадки скажем так эксперименты мои которые я проводила с реанимашками кто хочет посмотреть на их результат как сохранить мох на зиму такой же зеленый кто хочет увидеть и вообще пишите я обязательно сниму вам то что вы хотите увидеть всем пока до новых встреч пока пока дорогие мои друзья